Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, формируем инвестиционные портфели сегодня. Опять же, насущная тема, что сделать с валютой. В предыдущем видео, вот здесь вы можете посмотреть, говорили о том, где можно покупать валюту, с какими рисками можно при этом столкнуться. В сегодняшнем видео хотелось бы поговорить о том, чем обоснован такой курс, почему мы сейчас видим такие большие движения от 125 рублей до 66 рублей за доллар. Очень высокая волатильность происходит. Почему это происходит, что со всем этим делать, что лично я собираюсь и планирую делать в этой связи. Обязательно смотрите до конца, думаю, что это может быть полезно людям, которые сейчас находятся в таком большом информационном шуме и не понимают, что же делать в итоге с валютой, как обезопасить свои собственные сбережения. Итак, как я уже говорил в предыдущем видео, я частично этого касался, что влияет на ценообразование. То есть, во-первых, валютный рынок стал немного внутренним. Он практически закрыт для физических лиц, потому что физические лица, даже если покупают валюту на валютной секции московской биржи, они в конечном счете не могут перевести ее в наличную валюту, чтобы непосредственно получить без значительных потерь со стороны банковской комиссии спредов между ценой покупки и продажи валюты. И что они могут сделать? Они могут перевести свою валюту на брокерский счет, они могут оплатить полисы страхования жизни какие-то иностранные, если для этого документы до этого действовали. Они могут купить недвижимость в дружественных странах. И таким образом сконвертировав эту валюту, они могут перевести ее куда-либо за рубеж. То есть, должно быть определенное основание для того, чтобы это сделать. Давайте же поговорим, что у нас влияет на ценообразование, почему валютный курс у нас такой достиг. Здесь нужно понимать, что любой курс определяется… Цена на любой товар, давайте назовем в данном случае доллар товаром, но он определяется некими законами спроса и предложения. То есть, если у нас очень много желающих купить валюту и желающих продать валюту, то в этом случае курс растет. Если у нас много желающих продать валюту, и практически никто не хочет ее покупать, то в этом случае у нас цена на товар падает. То есть классические рыночные законы, которые работают в любой экономике, основанные на рыночных законах спроса и предложения. И тогда мы должны понимать, почему же мы сначала выросли до 125 рублей. Опять возвращаемся к законам спроса и предложения. Что у нас возникло? У нас возникла неприятная ситуация. Наложили санкции, наложили запрет на покупку российских углеводородов в большей или меньшей степени. Кто-то совсем отказался от российской нефти, кто-то частично отказался, кто-то от газа отказался. То есть у нас получается, что значительная доля экспортной выручки, которую мы получали, она как раз-таки была за счет продажи наших углеводородов, нашего сырья. И вот эти санкции, которые повлияли, они привели к тому, что объем продукции наших, наших экспортеров, за которые они получают доллары и евро, значительно уменьшается. Это первое. Второе. У нас население стало активно покупать. То есть выстроились большие очереди. Любая геополитическая напряженность, блокировка золотовалютных резервов. То есть Центробанк был ограничен в таргетировании валютного курса. То есть золотовалютные резервы, номинированные в долларах и евро, они были заблокированы. И получается, что когда у нас возник спрос на валюту со стороны населения, со стороны импортеров, то есть опять, кто такие импортеры? Импортеры это те, кто привозит товары на территорию России. То есть они понимали, что санкции будут развиваться. Скорее всего, они или не смогут купить импортные товары, или они их будут покупать втридорога, они будут покупать через какие-то страны-посредники, выстраивать новые логистические цепочки. То есть они старались внести предоплату. То есть если мы понимаем, что курс будет расти, я буду покупать валюту прямо сейчас, чтобы контракт на будущее, который мне нужно оплатить, то есть у меня есть какой-то контракт на год, да, и я понимаю, что если у меня курс сегодня, там, не знаю, 75, и вот он стрельнул до 90, 95, то есть люди стараются под вот эти вот реализацию этих контрактов, импортеры, то есть здесь важно понимать, импортеры, кто возит товары на территорию России, они тоже начали покупать валюту, потому что тогда они начали понимать, что у них очень высокие валютные риски. Значит, значительно вот эти вот издержки валютного курса, они на потребителя переложить не смогут, потому что если будут там на 50% дороже продавать, спрос просто упадет, ему неоткуда взяться. И поэтому они тоже побежали покупать валюту. У нас население побежало покупать валюту, причем без разницы по каким ценам, да, несмотря на то, что банки установили там бешеные спреды, население все равно побежало покупать валюты. И то есть у нас в моменте возник очень большой спрос, который начал подстегивать цены на валютную пару рубль-доллар или доллар-рубль вверх. И чтобы вот этого ажиотажа сбить, то есть нужен какой-то значительный продавец сверху, да, который на вот этот вот растущий спрос, он просто будет оказывать давление вниз. То есть у него будет достаточно валюты, чтобы удовлетворить запросы импортеров, чтобы удовлетворить бешеный спрос со стороны населения. И в принципе всегда таким гарантом, что ли, да, назовем это так, выступал Центральный банк. То есть у Центрального банка были золотовалютные резервы. И в момент паники, соответственно, чтобы не привести к резкому росту курса доллара, Центральный банк, соответственно, выходил с валютными интервенциями и продавал необходимое количество, чтобы удовлетворить выросший спрос. Но здесь у Центрального банка отобрали этот инструмент, ему блокернули его валютные резервы в долларах и евро. И получается, что у тебя здесь целая волна людей бежит в ажиотаже, покупает эту валюту. Сверху удар нанести никто не может. То есть нет людей, которые продают. Даже те же самые экспортеры, у которых теоретически, ну не теоретически, а практически, то есть нефть мы по-прежнему продавали, металлы мы по-прежнему продавали, удобрения по-прежнему продавали. Но ты сидишь в казначей какой-нибудь экспортной компании и думаешь, ну а зачем мне продавать, да? Ну то есть Центральный банк вмешаться не сможет, население ажиотажно покупает эту валюту, ну пускай догонит до 140, я, может быть, по 140 частично продам, по 150 частично продам. То есть они тоже начинают, когда начинает курс валюты расти, зачем им продавать всю свою валютную выручку? И поэтому те меры, которые были приняты со стороны правительства, на что они по факту повлияли? Первое, заставили экспортеров продавать. Ну обязали продавать в течение трех дней. 80% валютной выручки ты должен продать. Хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. То есть здесь получается, что просто сказали, ребята, продавайте, да, то есть надо, заставили. И у тебя обязательства, если ты их не выполняешь, то, соответственно, тебя за это накажут. Увеличили объем предложения, да, то есть экспортеров заставили продавать. Второе, наложили ограничения на физических лиц, да, то есть даже если ты купил по высокой цене, во-первых, ввели комиссию, сначала там, по-моему, 30%, потом до 12% снизили, то есть уже сделали невыгодную покупку валюты. Высокая комиссия раз поумерила аппетиты, да, то есть люди начали считать, а зачем мне платить 12% комиссии, когда ставку повысили до 20%, лучше пускай в рублях, может быть, даже подлежат. Второе, даже несмотря на то, что ввели комиссию 12%, импортеру деваться некуда. Да, может быть, и какая-то часть физических лиц отвалится и не будет покупать. Но импортер, который возит товары на территорию России и продает, ему даже комиссия 12% не останавливает, он все равно будет покупать. У него эти валютные риски. Если у него нет нормального, адекватного финансового директора, если у него нет казначея, он не знает, как хеджировать валютные риски через производные ценные бумаги. А производные ценные бумаги, там тоже, соответственно, волатильность очень сильно выросла. И им эти риски, импортерам именно, они никуда не делись, и они начали покупать. Тогда еще дополнительно, чтобы сбить вот этот вот спрос ажиотажный, сказали, окей, ребят, и то, что вот в предыдущем видео я говорил, не вопрос, покупайте на валютной секции, пускай с комиссией 12%, но потом вы с этой валютой ничего сделать не можете. Вывести из страны больше 10 тысяч – запрет. Перевести родственникам до 5 тысяч долларов – запрет. Если вы купите на валютной секции и заведете к себе на банковский счет, ребят, с банковского счета вы валюту снять не можете. Теряется целесообразность, то есть человек, который даже покупает, может быть, по устраивающему моему курсу, да, в предыдущем видео как раз я говорил об этих сложностях, меня устраивает курс 66, меня устраивает курс 67. Но даже если я по этому курсу на валютной секции куплю, в дальнейшем забрать эту валюту я не могу. Очень ограниченный инструментарий, куда я могу отправить эту валюту с кучей ограничений. И поэтому у нас получается, что физикам они вроде бы как сейчас и не нужны, они только терять будут на спредах. Экспортеров, которые получают валютную выручку, обязали продавать. Процентная ставка ЦБ была достаточно высокая, то есть сбили ажиотаж. Сбили тем, что большой объем валютной выручки продавался, а цены на сырьевые товары высокие. Ну да, хорошо, Европа, США полностью, Европа там частично отказалась от нефти. США и от нефти, и от газа. Европа сейчас собирается отказаться от нефти, от газа отказаться не могут. Но тем не менее, все равно цены на само сырье, оно достаточно высокое. Экспортеры эту валютную выручку получают. И поэтому вот те меры, которые были приняты, которые с одной стороны погасили спрос, а с другой стороны, получается, значительно увеличили объем предложения валюты. И это, соответственно, привело к тому, что она упала. Потому что экспортеры продают и продают. Физики смотрят, ну зачем мне покупать? Смысл как бы меняется, да, то есть, ну, я ничего с этими долларами сделать не смогу, я их даже обналичить не могу. Импортеры. Давайте поговорим про импортеров, да. Многие компании ушли с российского рынка. Что это значит? Если компания уходит с российского рынка, вещевые компании, или Макдональдс, да, то есть они ушли из российского рынка, какие-то автопроизводители сказали, мы не будем на территории России продавать автомобили. То есть, получается, что значительная часть импортеров, в принципе, сказала, да зачем нам такие риски, пускай это все стабилизируется, кто-то совсем уходит, кто-то говорит, мы уходим, ну, обещаем вернуться, да, пускай вот эта вот ситуация разрешится. То есть, у нас схлопнулся импорт, у нас схлопнулся туристический поток, то есть люди перестали ездить за границу и покупать валюту для того, чтобы за границей ее потратить, и у тебя ограниченный объем, который ты можешь потратить. Это называется сальдо торгового баланса. Экспортеры по-прежнему продают экспортные товары, валютную выручку они обязаны продавать, и, в принципе, до текущей ситуации, да, когда это нивелировалось импортом, у нас импортеры ушли, и у нас сейчас торговый профицит по итогам 2022 года ожидается порядка 200 миллиардов долларов. То есть, 200 миллиардов долларов будет торговый профицит. То есть, мы продадим нашего экспорта, нашего сырья на 200 миллиардов долларов больше, чем везем импортных товаров. И эти 200 миллиардов долларов, они должны быть проданы на валютной секции. И получается, что объем предложения валюты на 200 миллиардов больше, потому что импортеры не вернулись. Максим, это все хорошо, спасибо большое, что рассказал теорию. Мне что делать, да, то есть, вот мне часто в комментариях пишут, все, все хорошо, воды налил кучу, что же теперь делать? Ребята, у меня давно по этому поводу есть уже выработанная годами стратегия, которая позволяет мне, в принципе, спать спокойно. Распределение 50 на 50. Кто во всей этой суматохе победит, мы не понимаем, да. То есть, как долго продлится ситуация неопределенности, никто не знает. Сколько еще пакетов санкций будет введено, мы тоже не понимаем. И в этом случае факторов неопределенности очень много. Но есть так называемый эффект штанги, да. Я неоднократно про этот эффект штанги говорил. То есть, на одной чаше весов у вас рубли, на другой чаше весов у вас валюта. То есть, в ситуации, когда вы мечетесь и начинаете покупать валюту, окей, давайте, ну, вы адепты, да, то есть, вы считаете, что ничего хорошего не будет. И в рублях находиться опасно. И на все деньги покупаете доллары. То есть, вот ваша штанга, она приведет к тому, что на чаше весов, где доллары, долларов будет очень много, рублей у вас практически не будет. И да, хорошо, если доллар вырастет. Потому что есть для этого причины. Потому что у нас тогда бюджет дефицитным становится. Потому что у нас основные доходы бюджета – это все-таки экспортные доходы от экспортной выручки. И, скорее всего, курс доллара подрастет. Но все-таки, если сейчас мы говорим о том, что Центральный банк может относительное время не вмешиваться. Почему? Потому что, когда у вас низкий валютный курс, у вас инфляция становится под контролем. То есть, чтобы погасить высокую инфляцию, Центральный банк России, он может или поднять процентную ставку очень высоко, чтобы снизить потребление, или он может дать позволить укрепиться рублю. Потому что, если рубль укрепится, импортеры, в принципе, будут покупать товары, ну, будут покупать их за доллары, соответственно, рублей, они будут тратить меньше, если курс будет там 65, 60, 50. И в этом случае это один из инструментов контроля инфляции без необходимости повышать процентную ставку. Сейчас мы видим политику Центрального банка направленную на снижение процентной ставки. То есть, у нас уже процентная ставка снизилась с 20%. И тенденция, скорее всего, к этому будет наблюдаться. Но нам нужно еще и инфляцию сдержать, потому что многие прогнозируют, ведь инфляцию там в районе 25-30% по итогам года. Что ты можешь сделать, как Центробанк, если у тебя нет инструментария в форме золотовалютных резервов, чтобы воздействовать на это навсегда? Ты, в принципе, поступаешь, да, нефтяникам будет плохо, да, экспортерам, может быть, будет плохо, потому что они в рублях будут получать меньше валютной выручки. Но краткосрочно ты можешь контролировать инфляцию за счет того, что валютный курс будет ниже. И поэтому, если вы все свои активы смещаете в плоскость долларовую, то в этом случае вы несете значительные риски, потому что мы не знаем, какие пределы ослабления рубля допускают для себя монетарные власти России, правительство, Минфин, да, доходы выпадают, но чтобы сдержать инфляцию, в принципе, это один из таких эффективных инструментариев. И вы купите сейчас там по 69-40, условно, на валютной секции, и увидите, через полгода у вас курс будет 50. Что вы со всем этим будете делать? Как вы себя будете комфортно чувствовать? Но долгосрочно, опять-таки, в основном у нас от этого будут страдать государственные доходы, у нас будут страдать пополнения бюджетов, и поэтому, в принципе, курс там длительное время на уровне 50 не выгоден. Может, там такой равноместный всех устраивающий курс находится в диапазоне где-то порядка 80-95 рублей за доллар. Тогда вы на этом заработаете. Вопросов нет. 20-30% в рублях вы заработаете. Но есть риск потери. И получается, что у вас штанга, она становится такая увесистая, да. Вам нужно прилагать очень много усилий рукой, на которой находится вот этот вот вес с долларом. То есть вот это у вас будет практически ослаблено, потому что здесь веса нет. Но вот этой вы будете вынуждены работать очень сильно, чтобы стабилизировать ситуацию. Количество времени, количество контроля, количество эмоций, которые вам придется затрачивать на управление вот этой вот несбалансированной штангингой, оно будет очень высокое. Факторов неопределенности сейчас очень много. И поэтому, получается, и так непросто, да, в такой ситуации находиться. А здесь еще, получается, вам нужно будет контролировать вот эту вот валютную составляющую. Что же с ней делать? Спекулировать. А по 72 продавать или не продавать? А по 75 продавать или не продавать? А по 80 продавать или не продавать? Вы будете подписаны на кучу каналов, вы будете получать кучу мнений, вы будете где-то пытаться спекулировать. Но это приводит к выгоранию, да. Раз ошибка, два ошибка, три ошибка, и эта штанга грохнулась вам на грудь. Потому что вы просто не смогли ее удержать. Когда вы имеете сбалансированный портфель, то есть 50 на 50, то в этом случае количество усилий, которые вы прилагаете, чтобы удерживать эту штангу условно над собою гораздо меньше, чем она у вас будет перекошена в какую-либо плоскость. Я придерживаюсь именно этой стратегии. Она меня вполне устраивает. Вырастет доллар? Окей, вопросов нет. В данном случае для меня более комфортно сохранять покупательскую способность. То есть если доллар, там, глобальная инфляция в долларе сейчас достигла, там, 8,5-9 процентов, просто я должен понимать, что мне нужно при прочих равных условиях или через свой активный доход компенсировать эту инфляцию в долларе или найти инструменты, которые позволяют мне это сделать через инвестиции в иностранные ценные бумаги в долларовой плоскости. По рублям то же самое, да? Я что понимаю? Мне нужно защитить от инфляции. Я нисколько не пересмотрел свою позицию, которая у меня сформирована уже более 2,5-3 лет назад. Я понимаю, что глобально, если мы смотрим на экономику, она погружается в стагфляцию. Я понимаю, осознаю тот факт, что там цены активов еще очень значительно упадут. И все, что мы наблюдаем, это только начало. И в этом случае, да, я по-прежнему покупаю акции российских компаний. Я покупаю преимущественно акции, которые могут инфляционные издержки переложить на потребителя. И все равно потребитель будет покупать. Я понимаю, что очень многие компании не будут платить дивиденды в этом году. Но все-таки часть из них заплатят. И покупая эти компании, которые выплачивают дивиденды. Об отдельных историях, я думаю, мы поговорим на прямом эфире в моем Телеграм-канале. Ссылочка под ним будет в описании к данному видео. Внизу проходите, регистрируйтесь. Буду рад видеть и назвать, какие конкретные истории мне сейчас интересны. Но, а по поводу того, что привело к тому, что мы видим такие громадные качели на валютном рынке, я постарался рассказать данное видео. Надеюсь, оно было полезно. Обязательно оставляйте свои комментарии под данным видео. Проходите по ссылке, подключайтесь к Телеграм-каналу. Рад буду видеть, слышать, отвечать на ваши вопросы. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok